здравствуйте автолюбители было сегодня запланировано видео по обзору nissan skyline 33 кузов мы уже договорились с владельцем автомобиль уже у нас в гараже стоит чтобы подготовить помыть и сделать обзор но toyota toyota это не допустила значит вот она toyota она значит преподнесла сюрприз то есть nissan ездит все нормально вот toyota которая не ломается она короче говорит короче хрен вам они обзор на nissan значит пробила катушку мы свечи общем поменяли все нормально машина поехала за 40 километров сегодня ехал обратно короче и просто начал отроить пробила катушку как оказалось прямо очень сильно в общем сняли сейчас катушку с подобного автомобиля которую у родственника в общем поставили ее сейчас сюда ну сразу две поменяли там одна была на подозрении 2 однозначно пробитой поменяли катушки машина заработала но выяснилось еще одна беда значит ну тут конечно toyota не виновата уже виноват какой-то видать нерадивый хозяин бывший носит впускной коллектор был заклеен вот получается вот сейчас видно отвалилась вот эта холодная сварка видать было дтп на автомобиле когда-то значит был поврежден впускной коллектором здесь пластмассовый здесь конечно виновата toyota зачем вообще делать пластмассовый коллектор что это такое делали раньше металлический нормально алюминиевый и он еще также запаян вот здесь вот я думаю что вот это вот отошла вот эта холодная сварка в результате того что были пропуски за джигания на автомобиле и видать хлопок впускном коллекторе избыточное давление вызвало наш локово числа боеместа газа и вот эти вот холодная сварка у нас короче повредилась тойота будет сейчас ремонтироваться для этого мы снимем сейчас впускной коллектор уберем старый холодную сварку сделаем замотаем это место сделаем шершавым обезжирим установим новую заплаточки вот эти временно пока не найдем коллектор и автомобиль поедет дальше то есть наша задача сейчас снять впускной коллектор потому что грамотно отремонтировать эту нижнюю часть без снятия коллектора я думаю что у нас не получится есть еще вариант снять радиатор радиатор но что-то мне кажется это будет сложнее ну а опять же мы промоем впускной коллектор значит дроссель почистим круче проведем небольшую ревизию так что приступаем так первое что нам нужно сделать это снять эту верхнюю крышку 4 болта я 4 гайки вот эти я уже как бы открутил крышку снимаем убираем ее в сторону чтобы не раздавить ногой обязательно крышку эту заливной горловины закручиваться туда ничего случайно нас не попало здесь нашему значит зору открывается болты крепления они по-моему тут на 12 у нас надо надо сейчас будем так снимаем вот эти воздушные патрубки всякие этот вот придется наверно отсоединить вот здесь так есть здесь вот тоже 2 на 10 я их уже открутил снимаем приемный патрубок воздушного коллектора так но здесь то точно тоже на 12 скидываем тросик газа вот он у нас снят так ну что у нас заслонки подходит несколько фишек и все так понимаю надо будет тоже оценить я даже думаю надо вот этот вот тоже снять корпус воздушного фильтра чтобы было поудобнее так тут у нас на хомуту провода так и вакуум да подходит так ну все все сорвали так ориентировочно здесь две гайки и 4 болта все на подголовку на 12 я вот думаю что снизу на тоже есть какая-то распорка сейчас мы это узнаем так в общем решили мы отсоединить дроссель от впускного коллектора потому что очень много отсоединять и очень удобно это делать пока увидел 32 болта одну гайку подголовку на 12 работаем с этим общем короче вот такая вот беда вот так вот выглядит впускной коллектор вот у нас повреждение вот это холодная сварка вот такие дырки тут все куда-то валится в общем она свое уже отходила то есть нужно это все дело сейчас будет заклеить это все дело сейчас помоем все будет отлично так посмотрим что мы здесь имеем так но вот на 11 получается чтобы даже термостат поменять вот термостатная коробка стоит то есть чтобы поменять термостат также надо снимать впускной коллектор стартер поменять также снимать или обслужить коллектор ну так в принципе нормально все что готово мы его отмыли сейчас мы его попробуем не знаю появится этот пластик или нет хотелось бы сначала запаять а потом заделать холодной сваркой придумали они коллектора из пластмасса делать а дальше что из бумаги что-либо делать у нас вообще-то люди машины паяльной лампой греют между прочим они тут ну причем даже коллектора греют газовыми этими мы пожертвовали одним креплением для провода . во имя вот этого кусочка пластмассы но не знаю правда на это жертва будет или нет я думаю что оправдана сейчас запаяем заклеим и думаю что данный коллектор я если честно думал что тут больше игры думал прям вот так как зак было заклеено казалось что они тут я не знаю огромные круче такие на шлепки были короче неаккуратные люди делали вот так мы запаяли его полностью все вот они так сейчас он выглядит сейчас мы немножко обработаем это все наждачкой обезжирим и заклеим еще холодной сваркой сверху ну для пущей надежности немножко вот так вот обработаем вот эти края когда придадим шероховатости момент такой короче не будем клеить такие большие нашлепки такие здесь были сейчас делаем замес холодной сварки она двухкомпонентная и и надо перемешать до однородной консистенции и это все дело заляпать все консистенция однородная надо чуть-чуть смочить 1нз надежный тойотовский двигатель единственное вот говорю его имеет на первых своих моделях от которого начал ставиться там я не знаю но на 2001 году на филдере точно стоял двигатель 1нз фе вот эти двигатели склонны конечно к жору масла да и 2003 год тоже сколим к жору масла что-то у них там не доработано там по-моему по части вот цилиндопоршневой группы там что-то с кольцами еще что то есть такая у них болячка за залегание колец происходит на этом двигателе и вот жор масса ну и соответственно как бы также колпачки маслосъемные тоже на данном двигателе кстати колпачки заменены но жур масла есть небольшой но есть соответственно уже наверно по кольцам здесь проблемы раз колпачки новые стоят так ну все значит все вот он так у нас сейчас выглядит отремонтированный коллектор он запаян сверху сделан холодной сваркой для больше для пущей надежности сейчас мы его поставим сейчас высохнет холодная сварка мы его еще покрасим посмотрим как он будет выглядеть чисто для красоты ну что это вот так же не оставишь правильно нужно это дело все устранить все последний штрих косметический такой это вот ну все идем устанавливать коллектор на место проблеме должно возникнуть так все осталось это дело прикрутить сейчас наживляем сначала гаечки на дроссель верхняя там есть еще нижняя и еще болсты сторон продолжаем установку коллектора прикручиваем коллектор головки вот тут эта процедура очень простая не требующая никакого навыка абсолютно просто круто главное перекрутить эту пластмассовое чудо хотя она бахтубина и металлом поэтому они не получится чтобы она лопнула при закручивании вставляем щуп обратно чтобы не было у нас открытых отверстий масса у нас нормально по уровню так что остается нам сейчас ходить все подсоединить шланг очки все вот эти вот этот вот вот этот вот сюда ведь хоп надеть хомутик есть так ну все топ две фишки на этот на воздуха не подключен этот это я так понимаю датчик расхода воздуха какой-то вакуум тут так что это у нас это наверно вот сюда идет тросик газа вас нам по любому пригодится без газа наверно ты не сможешь ездить вот хоп сейчас мы закручиваем фиксируем есть есть по трубок вот этот и вот этот отсюда есть есть закручиваем ну все сегодня мы закончили работы по автомашине тойота сиента поменяли как поменяли также отремонтировали впускной коллектор пластмассовый запаяли заклеили даже подкрасили он смотрелся как оригинальная часть без всяких проблем принципе это несложно выполнить на данном автомобиле единственная проблема с отключением на дроссельной заслонки подводящих трубок антифриза который отвечает у нас получается часть за холодный прогрев двигателя но мы заслонку получается дроссельную отключили оставили ее на месте сняли именно коллектор его отмыли отремонтировали установили в принципе никаких проблем установка заняло где-то 10 минут а снятия чуть было побольше ремонт тоже минут 15-20 в принципе все работает отлично кому видео было полезно понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал Продолжение следует...